Дорогие гости, хочу вам представить автора учения «Преложительная» Рокатина Луновича Петрова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В результате заразили очень многих людей, у них действительно горят дырки, и то, что в этой книге написано, все происходит просто реальность. Сейчас умирает и разгребает, и сжигает этот огонь. Также в этой книге говорилось еще с одного года до всех этих африканских событий, что на севере Африки соберется такая армия, которую никогда еще не видел их, и заводим их в области. Потом начала святая война, разрушили одну, умерло все другое, третье, и пошла армия, которая действительно никогда еще не видел их. Армия беженцев и террористов. И там много таких рассказаний. Там, например, еще говорилось о том, что Иуда, по сути дела, не предавал Христа, а просто выводил его просьбу, которую высказал ему Иисус, для того, чтобы вернуться к Отцу. Он прямо сказал, что должен освободить в облике того внутреннего человека, которого ты видишь. То есть Иуда, уже общаясь с Христом и обманная этим, он о зрении, который мы называем, пусть мы станем, да, он уже видел, что это есть тело, а внутри него есть человек, другой человек. По сути дела, мы единственный человек, потому что то огненное тело, которое внутри нас, когда оно заполняет тело, это огненное тело, сначала это мельчайшая искорка души. Вот, когда душа распространяется, возникает вот этот плазмный человек, это, по сути дела, есть истинный человек, а все остальное, это, как говорят, араба базар, мясо и костя. Но за базарк все равно надо ответить. И он его, по сути дела, выполнил родом. Прозву, хотя и понимал, какие проклятия, во сколько сотен лет обрушатся на его рим, понимаете, это был действительно беднейший, любимый, чем Иисус. Не успели это все написать, проходит несколько лет, в песках Египта раскопали и ванны, и отрывают. Потом еще несколько лет переводили, и что там тоже самое, что это была просьба Иисуса. Но как это можно было написать в книге, которая еще до всех этих событий, за много лет, это же не предпогадает такие вещи. Если даже ты аналитика, потому что ты анализируешь какие-то события в жизни, ты не можешь это предупредить, какие-то такие вещи. И я их себе тоже не предписываю, поймите, я никогда не говорил, что это благодарение. Мне это дают. Я сначала пишу, а потом читаю то, что написал. И уземляюсь, кому написано. То есть у меня вновлении очень нет никаких мыслей по поводу того, что будет возможно, что сама это делаю и пишет. Я просто благодарен тем силам Госпуса, которые дали мне эту возможность, потому что жизнь моя после этого очень резко изменилась, она стала очень интересной, насыщенной. И главное, она обрадовала очень важный смысл, потому что я знаю, что я делаю. Хотя иду через те же трудности, что каждый человек, как раньше говорили. Я не убегаю ни от каких жизненных проблем. Болею теми же болезнями, страдаю от этих же каких-то отношений, если бы неправильно выстраивались. Все, какое у всех людей, потому что меня, собственно, никто и не выбирал, как какого-то основного человека. У меня единственная задача, которую поставил Отец, передать знания людям. Больше отключений, говоря, он стать самым богатым, стать самым влиятельным, стать самым взглянным. Никаких таких задач он передо мной не ставит. Он только одну задачу поставил. Их дает знания людям. И я их передаю. Чтобы не случилось, я все сделаю. Что он перед этим сознанием, они идут как визит. Иногда ночью, я думаю, я ночью записываю. Закончила одну книгу, все же начинается. Вот сейчас закончила, теперь уже закончил. Мик можно написать, даже наоборот, я ее, по сути, я сейчас как бы редактирую, шифрую. Она уже есть, я ее могу уже издать практически через месяц, через два, но, скорее всего, без нас, иначе не остается человеком. А следом уже идет следующая книга. Причем у меня в очень неожиданном ракурсе прошла проект гиперболития. Я никогда не занимался вообще с древнего славярства, волкны, но идет в таком ракурсе, который все сметает в то, что по этому поводу написано. Потому что, чтобы волкны не говорили, они говорят через свое сознание те далекие знания, о которых они тоже только всего знали, что от кого-то слышали. Это какая-то одна, что говорят, испорченные телеграфы. Один сказал другому, что-то ему так передало. Второй, третий, третий, четвертый, ну как идет, оберегается, и все искажается. На самом деле проект гиперболития открывается совершенно не иначе. Оказывается, это не был первым поэтом христианства. Потому что христианство – это не событие, которое там в истории заключилось, и которое мы считаем, как будто так и было на самом деле, хотя далеко не так долго, как и зло. А прежде всего, определенные нравственные принципы, по которым надо строить жизнь. Лучше открывается. Не надо там заморачиваться ни на кого же. Ни на каких славянских древних богов, там, хирургских дизайнеров, там, России, Перу, еще кто-то. Это все, как вам сказать, это лики Духа. У Духа много времен. Он по определенной ситуации в мире может представить так, вот так и этот. А человек создан по образу и по дороге. И нас учат быть богами. А Бог – это тот, кто несет ответственность за все, что он говорит. Но он не вытворяет. Вытворяет – это немножко долгое. А вот если ты вытворишь, ты знаешь, ты должен нести за это ответственность. То есть нас мучат быть ответственностью. Все люди, люди, все люди. Все строятся через сознание человека. Поверил, сделал, получил этот дар. Вот здесь из Ростова есть девушка, которая вырос зубами. У нас 20 лет до этого зубы росли. В таком количестве. Первые еще 20 лет назад мы были в Ростове. Почти все свои зубы, которые потеряла Ростовь Ирина. Как она, скажите, в роде? Камильный зуб. Наташа, не помнишь, как? Не, не, чайка. Нет, чайка это только какая. Ночь была врач, и она потеряла Ростовь и зубы. Еще 20 лет назад все выросли. И об этом все говорили. Так что этих зубов уже вообще столько не вырастало. Это просто первый случай, который попал на телевидение. Телевидение начало это распространять. Просто не надо было. Но учтите, там есть один момент. Всегда в любом событии зубы не прошли, распореволеными, или что-то еще. Они у вас выросли в рамках определенной идеологии. И если вам начинают говорить кто-то даже радует слову, то у тебя зуб вырос. Но ты об этом никому не рассказывал, потому что раньше. А так действительно существовало. Есть такое понятие сглазить. Если ты кому-то не говоришь, ты и позлазишь. Только-только, даже если не согласился, но тремор в душе прошел, что вот так он любит все. Наоборот, случилось с вами? Расскажите другим. Каждый человек, который спас себя, хоть в чем-то ходит. Ну, хотя бы в том, что у него восстановился зуб, он может помочь тысячам других людей тоже сделать это. Если он замкнется, а эта идеология специально внедрял в сознание людей, все, ничего не будет. И вот таким образом разрушилась очень многость в общем-то уже положительных состоявшихся событий, и не радости, как бы, а правда, когда, в общем-то, были почти уже исцелены, и кто-то их в последний момент обрушил. А теперь видно, начиная, если бы, что это может быть, как случай селями на Толе Федорович. Уже практически у него все. Регенерация губы пошла, он показывал, снимал повязку. Смотрите, вот у меня новая губа выросла. Вот и рак. Рак четвертый степень. Уже все. Тут телевидение вмешалось, вот там мошенники, вот они все затурили голову. Он сам потом возмущался. Он говорил, какие негодяи. А тоже сняло все с нами до него после этого. Ну и что? То, что он сказал, что негодяи, ну, можно ли там тысячи вене вене, на то, что телевидение показало, это миллионные вене вене. Николай Федорович ушел. Они обрушили человека. И у них совести момент. У них работа такая, он за это деньги платит. Хороший момент. Вот это важный момент. Почтите. Встал на путь. Иди и не уехайся. Что бы ни случилось. У меня после того, как открылось вот эти, вот эти события, мы нашли эти события, у меня регенерировалось тогда, поднимая дрожжевость и пузыри, почту я спас, когда она не цели дала. А потом, сколько всего еще случилось, я же потом и рак, и болезнь, и берег, и несу. Но я уже с пухой не сворачиваю. Я шел, и шел. Почему все отступают? Потому что веришь в то, что ты делаешь. У меня даже никаких сомнений нет. Я, потому что уже не отпрямую встречу с Отцом. Знаете, не верить в Бога, он не обязательный. Я верил в Богу. Я с Ним лично общался. Это совсем другое дело. Когда видишь и знаешь, и слышишь, понимаешь. Да еще я был не один, а целевый дача молитв. И мы видели вместе, и слышали вместе, и технологии нам добавили, мы их применяли вместе, и результаты получали. Это, конечно, мощный поддержка, когда не один мы живем. Потому что, ну, действительно, весь мир был до этого одним, и вдруг видишь, что он совсем другой. Вот я по прелизу был в Казани, в Казани, а там пришло очень много ученых. Лучи пришли, физика, математика, и там пришел, для значения, интересный человек, знаменитый у нас в России ученый, Матуллин, доктор физико-математических наук, заслуженный работник науки, то есть очень, в Казани, но вообще знаменитый, скажем, он и самый знаменитый, и там у нас возьмут разговоры, как раз по его специализации, мы говорим о том, как получается, что субчастицы, безмассовые частицы, то есть частицы квантового мира, вдруг становятся массовыми частицами, электронами, электронами, электронами. Но он объяснил, и очень так хорошо, строительство, и да, если определенное число безмассовые частицы собирается, они способны жить. Он, собственно, то же самое, что будет у меня в Лекции, он просто подтвердил. Вот я ему тут, поскольку взял, он завязывался, как я сломал, он должен есть. Как говорят, ему же резонанс, чтобы безмассовые, частицы образовали массу. Он говорит, Фердер, да, резонанс не нужен. Я говорю, а кто дает резонанс? Он говорит, ну это, наверное, знает только Бог. Меня, конечно, следующий вопрос, я говорю, а кто же такой Бог? И вы знаете, он очень интересный, и очень правильный, на мой взгляд, ответил. Меня восхитило, это, честно говоря. Он сказал, «Бог – это то, что мы не знаем». Зато это очень точно, потому что мы ответим, «Бог – это то, что мы не знаем». Вот все то, что мы не знаем, это Бог. так что наши ряды начинают перерастать такими учеными, имена которых детства, в общем-то, науки «Бог – это то, сияют. Недавно, мы, наверное, вот эти люди пролетают, начал рассказывать о тех консперсентах, которых проводили в институте регулярной герметики, в институте и в институте «Бог – это то, что мы не знаем, что мы не знаем». Тоже долго молчал, потому что, если бы он раньше заговорил, а вот так вот, напрямую предупредили, он сам будет определить, если мы так вот паска. Представляете? «Бог – это то, что мы не знаем, то есть они нас испытали, получили инструментальные подтверждения того, что все это работает, что регенерация возможна через ментальное это все. Ментальное – это мысль. От мысляных и мысляных можно запускать регенерацию и получать результат. Они это подтвердили, по сути дела, в уровне двух институтов, молекулярной биологии и молекулярной генетики, это ведущие институты в России по этой специализации, и им запретили об этом говорить. И мы прямо запретили, но сейчас рассказываем. Вот сейчас мы уже в несколько интервью там, где мы рассказали, что были детьми по воле-пелефирам. Она составляем один на один. Верят и верят. Вот кто-то верит, кто-то не верит. А уже доказано и доказано на уровне научных исследований, что все это возможно. Вот как это? И что после этого будет наука говорить? ведь они все сами это подтвердили. Они же после этого еще собирали в президиуме российской академии конференцию, где были директора ведущих институтов. Резолюцию на этой конференции приняли, что все случаи достоверны. и статистически значимы, что это надо распространять. Это впервые в истории нашей академии науки такая экзолюция. и сразу начали. Потому что рушится вся нога. А тогда надо вводить вот это самое непонятное им определение Бога. А на это они не могут войти. Вот где водораздел прошел. И они уже как бы и ругаться не ругаются и наскакивают не наскакивают и не обвиняют ни в чем не обвиняют. Все исчезли. Причем это уже науках церкви наскакивают вначале. Теперь все молчат. Наука молчит, церковь замолчит. Более того в церкви это очень интересный процесс. Один товарищ который в Одессе на телевидении сказал, что заезжал в обзор искусство и в кельну на устарцев увидел первокомник стопорей и он удивил себя, как вы здесь эти книги читаете? Вот порядке удивление светского человека увидели устарцев они были очень интересные церковные образования в тему устарцев. И увидел там хелик и оставил заплакал и сказали на дно ожидаемое дно ожидаемое оказываете там же и столицы вот эти хоктинские столицы и они находятся в жесткой позиции церковной администрации наши и более они этого разорвили но авторитет очень на свете то есть и там идут такие процессы то есть они как бы и знали что этих не появится и на чему я еще раз это придавило чтобы вы поняли через сознание людей строится новая реальность вы пошли не в круг интересов людей в общем но как бы удовлетворяются некоторые машины попытки по поводу чего-то нет вы строите новую реальность которая все прежнее будет недействительной известно соотношение при котором все сработает оно срабатывает сейчас как бы постепенно а может сработать очень мощно и сразу отец нам сказал от одного к миллиону вот пришел тоже он принесли каждый причем я и Григорий и народ и тогда это все сработает сразу причем не не никакие убеждения в том что раньше как было так они здесь не действуют реальность меняется сразу и все она в один момент сейчас она идет постепенно она уже имеет все виды а тогда если будет уже три миллиона соберется вот таких людей как бы сподвижников этого она может изменить жизнь и она будет справиться по этим книгам то есть отношения к мир природе к чему угодно не разделение на светлых и темных вот такие светлые вот такие темные это все неправильный посыл он ни к чему хорошему не приведет и отец сказал будет разделение будете жить и умирать будете вместе и едины будете жить вечером то есть это разделение уже прошло нельзя делить на свет на пятерых я когда в начале тоже очень возмущался особенно когда события в малой азии и я говорил отцу мы уже немножко знания были себе в определенных границах не совсем но в определенных границах и я говорил отец ну смотри что они делают да смотри я их моментально с ними разберусь он такой улыбнулся ну что то так вообще возбуждаясь темно светло какая разница добавьте немного света а свет это знание а свет это все все сделанное светом имеет только раз два вибрации сгущение света образует объект на определенных вибрациях на других стеклом стакан смотрите это человек это все регуляции но это вибрации именно свет и если мы вернемся опять к этому разговору о том как из безмассовых частиц по сути дела то вот этот резонанс создают сознание человека вот та сила которая приходит и создает резонанс который объединяется в элементарные частицы понимаете а потом становится все дальше и дальше все равно это все знание поэтому если у вас есть результаты не бойтесь о них рассказывать если вы не поверите из других не будут делиться с вами если вы для себя для него это приняли вот он у меня зуб вырос он только мой все даже если вы допустили так мысль и рост зуба может остановиться больного он может разрушиться и все разрушить чтобы было до этого даже от самого сомнения потому что еще раз говорю встал на пути иди ими ихайся ни вправо ни влево потому что это путь путь саморазвития моего прохода мы проповедили царство минералов и растениями животными теперь вошли в образ человека верить животных ввели в образ человека мы прошли и этот путь развития теперь выходит на следующий бог и человек а на этом каждом пути уже самое главное это нравственность поможет идиологическое потому что другой путь идет у нас если вы только для себя или педагогический путь вы разливаетесь в ту сторону демонов 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 тоже когда то люди но какое домини себя своим горизмом до такого демонического состояния демонов 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 большим интересом мы благодарим событиям присутствия в этом зажим посмотрите сколько разрешает 15 17 они любопытны потому что им чего придется проходит этот путь а мы его уже прошли нет выше знаний чем человек в космосе потому что человек это не тимур если у вас есть какие-то вопросы я слышал что вы в риме ездите в рим с папой им общались по поводу жизни права и тихо я действительно ездил в рим но я с папой им скем общался такого события не было они приглядываются и уже много лет приглядываются к тому что и делают что он преподает в италии выходит на книги переводится на немецкий язык буквально неделю с небольшим назад там была презентация двух новых книг ватикан уже несколько лет сопровождают мою работу в разных городах италии там сначала появилась группа монахин которого он называл мать Тереза так называют и они там приезжали причем приезжали со своим оператором также ставили на камеры их обслуживали профессиональные режиссеры и весь семинар снимали регистрировались довольно пополосы в общем я над ними тоже пытался как бы прикалываться немножко и Веста Христова пожаловали интересное уважение в курсе куда вы сейчас направились и что чем они и никак больше не рассказывали потом выяснилось что это мать Тереза возглавляет каббалистический отдел Ватикана тут уже все стало пресни потом это ее односторонне она организовала вызов где мы работали в Ватикане и два дня им там вел семинары в зале папы папы пи двенадцатого там папа есть свои зоны он общается с комбиналом вот вот такой зал они не опустили там было общение с специалистами Ватикана бог не был специалисты Ватикана но они слушались приглядывались и высказывали обосказывать мнение они сказали вы в курсе что то что вы излагаете в ваших книг на ваших занятиях является эзотерическим христианством я говорю спасибо что вы мне рассказали вы мне раньше об этом не рассказывали а откуда принялась эти знания я говорю ну раз вы об этом не рассказывали значит кто-то говорит скажет вы мне сказал сам создатель а почему вы не устал ждать когда вы это тайно и сделаете я вот они ничего хотя это там в общем-то главные постулаты римской церкви глушивают наночь я говорю что богу и вы детям посредники нужны возле возле однозначно посуды так они ничего не возражают никаких протестов хотя это один из основных постулат римской церкви римской церкви наши потому что убери их и что там останется они же как говорится все это дают докормление так и говорят вот тебе служба докормления но они иконцы уберешь а куда кроме не куда она возьмется так что здесь по сути я не прямую говорю о том что это все они превратили в определенные веры Иисус который 2000 лет назад принял сознание я они все таки и извратили а Иисус это была вторая попытка исправить то что начиналось гиперборей то есть он исправлял гиперборейские процессы проект который тоже был утрачен все это дело тоже изморчен вот сейчас в новой книге и в новой рассказах будет очень мощные знания и технологии управления за образованием технологии это глобальные просто глобальные технологии по которой можно сейчас активно работать всем и исправлять реальность не чтобы ничего плохого не случилось но в принципе ничего не случилось с папой потому что отец уже дал оценку он сказал то что я вам получил у вас получилось вот его церковь у вас получилось не не так в библии первых это был день первый он был хором а это был день второй и он хором это оценку отец дает и в данном случае он тоже у вас получилось то есть уже очень много людей по многих сторонах развернулись в сторону учения для его жизни потому что он дает Григорий Петрович Громовов и то есть они развернулись в эту сторону и это уже довольно мощная сила в Винтии наутра сколько сейчас уже среднечество поддерживают и говорят потому что все действительно работает может в состоянии квантового перехода сейчас находимся вернуться в день и влез на дорогу с водородом начинается таблица меняется водород меняется все меняется вся и все прежние законы это и остальные действия а какие законы будут действовать в чем место мир не может без закона быть иначе начнется хаос а вот виды одна за другой они даются структуры новой реальности через эти виды и тех на хаос основ которые мы называем в трилогии пишите что плеяда это четвертая чакра какие еще созвездия за какие чакры это чакры это чакры в нашей городе мы плеяда действительно участвовали в этом проекте но мы плеяда участвовали потому что в этом проекте участвовали вообще-то сущности 6 миллионов но особенно яркий вклад по мысли от действительного плеяда это серьезно кстати в Африке есть такое проект для них они сохранили на протяжении 1934 как бы устно передавали специально выбранных людей жрецовство история о том как заселяла земля у них есть это и они говорят что Сирюса принял ковчег кто были вот эти первые три и и очень интересно а ковчег был зверей они пишут 60 отсеков было ковчегами и это составило по сути флор это фауну нашей земли звери которые привезли сериус там были эти арфины эти пень которые стали вместе рядом это у них все описано и и ковчег как видите подобные ноя ковчегу все совсем новое зрение на те же самые библейские истории открываются то есть это был не корабль а полный изверя это были отобраны определенные как бы сущности планетарные и непланетарные которые раньше были для нового проекта человека человек весь собранный зме во все собранные сущности которых которые были отобраны но помните там все-таки измери проползли да и у нас позвоночника знаете как в медицине называется рептилии в кокрекс думаете случайно они его так назвали? нет и поэтому полный есть антидор ноя отобрал каждой тварь но потом выяснили не все варивали некоторые из них были гады и 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 уже другое светлое время, вы тоже видите, был свет, он стал тёмным, был тёмным, можно опять воспалять. Из тьмы нет света, понимаете, это не просто так разделение на светлое. Но мастера Маргарита смотрели, деликий, конечно, на этот фильм по великому произведению, они его очень мощно сняли, там в конце Белое, когда волк Мессир, в каком-нибудь зла сидит, и к нему там приходит послание там, собственно. И он начинает с ним разговаривать, а чего вы ему так берёте мастера к себе в свет? А тот зацепился, начал его ввинять в том, что есть тьма. Он очень мощно ответил. Он ему говорит, ты ничего не понимаешь, если бы не было зимы, то не было и света. Как появится свет? На чём? Там очень глубокий смысл, но к ним надо по традиции. Мастера Маргарита, это вообще мальчик. Извините. Ну, вы же говорите о том, что надо уходить от плавности, что нет с ним вообще с разделением от света тьмы. Да. К тем, кто к этому готов. Он же измечательно сказал, а чего бы его не возьмёте в свет. Мастер. А тот по третьему. А он ещё и не готов. Складывай. А если готов, то надо в свет. Тут уже разделение в себе прекращается. То есть, пока вы себя делите на чудесах. Он приверживается к себе. Он приверживается к мы. Вы к истине не придёте. Вы не поймёте ещё, что это момент ухода, когда это саморазвитие. Это изначально и генеральный так придумал. Он создатель. Он же Андрейин. Он мужчина и женщина, да и динами. И мы, он этот рог, он дарвал, как мы его видели и рядом, в другую сторону поворачивался, а он с его женщиной в другую сторону, в другую сторону, в другую сторону, в другую сторону, в другую сторону. Он нам это всё показал. То есть, это разделение только для того, чтобы вырасти как и как богоподобные личности. Если вы этого достигнете, вас разделён не будет. Он не разделён. Он просто и тем хочет, и не будет. И здесь уже, уже как бы в земной реальности у нас были такие опыты. Потому что к нам приходила, по-другому очень красивую женщину, принесла книгу, специальную книгу. Которую книгу не видишь. И продают, аллополь. Было для трёх человек. И знал. Для меня, для их. Знаете? Альгорий Петрович. Она сказала. Я. Эль Тар. Эль. Это Бог. Тара. Это был полярный звезд, который покровительствовал славянским народом. Тартари. Тартари. Тартари, собственно. Это выявлены. Они не от Татары идут. Татары были руссами Тартари. Они никогда не были никакими завоевателями в отношении к России. Они были частью великой Тартари. То есть там были московские улицы, казанские улицы, другие улицы. Никогда не было никакой войны между татарами и русскими. Это всё были истории. Более того, они сейчас подтверждены генетически. Нигде по-русски не прослеживается след татарской семьи. Понимаете? Если бы были заказчики, как в истории пишут, этого не избыли. Это другое. Сейчас остальные генокарты – все Европы. И оказывается, что Европа на 50 процентов – это СССР. Потом пистолет. Италия, Арабская – это всё. Это русские, которые в Италии жили, это же опять русские, русские. И сейчас их надписи расшифровывают на них. Это язык, который к нему в древности был на территории России. Совсем другое история было. Отнесение Consideringuropа. Толик Милл Brenновной Артирына. Толик Малипсаркова, Douglas Малипсаренко. Приняпсар effectoren 뻱ал. Ну как extracted мы микрофона облом Chanais. У нас цели к операции разно? директор и наступления народа времени и наш очень ударный друг Лисарат, который сделан в юбилейском эфире, в котором перелетели на ночь из интимирования в разных странах, показывая, и продолжает это, продолжает это, продолжает это, продолжает это, продолжает это, продолжает это. Продолжает, потому что, как и сам, со временем убедился в том, что технология Петро работает. Вот, и, например, это, если ты так же говоришь, я никогда не делаю ничего, по поводу каких-то вещей, которые сами уверены, выпускающие себя. Петро, я уверен, и канал его рабочий, вот, реальный канал, через него и идет связь с групповым, такая нейтропальная, то есть у меня все подтверждения на эту тему, поэтому я не, как-то не то, что там, не за деньги, денег совсем мало с этого, что ты планируешь, что ты планируешь, а вопросы, знаете, какие-то, я хотел задать вам. Вы сказали о мастере Маргаринке, о загадке этого романа. Ну, так как я вот во всей области, в эту область давно вовлечен, то для меня уходит разная публика, которая также, ну, получает информацию по каким-то своим каналам. Буквально недавно, значит, вышел человек, через единицкие чтения, который считает себя расшифровщиком мастера Маргарина. И он провел большую работу, исследовательскую, и по его исследованию получается, что, значит, у Гакова, как бы, высшие силы дали задание писать этот роман, потому что до этого повесть о посещении Дьявола Москвы, где сам Никит Чиян издал эту повесть в советских плярах специально для того, чтобы, как эту повесть прочел, ему запал эту полку. Так вот, значит, по версию этого расшифровщика получается, что, ну, по всей линии входит в подробности, я могу говорить, что, значит, 2044 год будет означать год страшного семилетия, некриво, когда будут происходить здесь, на планете, очень-очень тяжелые катаклизмы, а 2063 год, и как был роман, об этом тоже нам сказано, через сопоставление цифров, это год, как он пишет светопредставление, то есть такого глобального апокалипсиса, вот он абсолютно в этом убежден, и, знаете, вот так вот вещает, у вас нет какой-то информации, которая с этим схожет? У меня есть информация, что все будет хорошо. Земля была на земле, и люди на земле будут жить очень часто. Поймите, есть провидцы, есть пророков, и это не одно и то же. У нас на сторонах у нас был пророк, унисей был пророк, унисей был пророк, унисей. Мы были провидцы, очень мощные, такие как Кейси, Ванга. Поймите, провидец, видеть то, что близко, то, что вокруг. И на стоях этого близкого, делает иногда далеко идущие выводы. Но это только выводы, они. А пророк, чем отличается от провидца? Во-первых, он точно знает, что будет очень далеко, не близко к вокруг, а я имею в виду близко не только пространство, но и время, кроме дистанции. Пророк, он знает точно, что будет, и предсказывает это. Иногда говорит о том, как складываются ситуации, как их можно изменить. Вот еще дополнительные. Но тот же Настардамус, помните, сказал, по определенным ситуациям складывается на будущее то, то же и то. И вдруг оговаривается. Я это говорю не для того, чтобы вы просто это знали, а для того, чтобы вы могли это изменить. Пусть да, как математики, какие-то события могут внести к какому-нибудь результату. И он говорит, вот, последовательное событие ведется к тому, что будет, например, такая война. И тут же говорит, а вы можете это изменить? Я вам передаю знание, как это изменить. Вот завтра одна из таких глобальных технологий изменения событий планетарного масштаба мы применим. И мы получим. В той же Италии, где они были только что, буквально 10 дней назад тоже. Там они, ну, опять же, это, я так понимаю, что это ботикапо придумывает всякие заходы и из каких-то людей это реализуют. Они предложили мне провести занятия, они не донуть им этого киталя, как здесь, а в древнем храме, у меня есть храм 15 века, это роман. И вот в древнем храме, герой 15 века, они еще туда аппаратологи, это фильм, который измеряет, как бы, филибание силового поля. Силового. Замерили до начала, это было 18 тысяч ангстрат. И во время технологии всплеск получился неимомерным. До миллиона ангстрат. Вышел специалист, который, он, вот, схватился на голову, сказал, что они включение принимают, где-то доллитарные и ломные колебания в море. Ну, у меня-то Бог позволяет это замерять? Это немыслимо, это как бы не нужно, но выжить. Очень немыслимо. Кстати, запись они обещали нам прислать. И вот нам, Александр Владимирович, помогает переводить, вот, там, про диагностики на студии, которая, наверное, владеет разными нам языками специально специализироваться. Они нам переводят на разные языки. Мы, я думаю, с итальянского языка, это наступление специалистов, который приведет. Но, понимаете, вот, в храме ни один ангел не замучился. Ни с одной иконы, с которой не сошел, чтобы пальчиком погрозить, скажем, чем вы тут занимаетесь. Все было очень хорошо. Применена технология, плеск планетарного масштаба. Зарегистрировано. Аппаратурно, понимаете? Вот сейчас это аппаратурно зарегистрировано. И записано. И эта запись, я думаю, придет теперь к интернету, качевать. Потому что, ну, такого не могло даже быть. Мы завтра применим такую же технологию и будем наблюдать происходящее вокруг лучшего. У кого вопрос есть еще? Так что, извините еще раз, сейчас, секундочку, не зацикливайтесь на том, что говорили раньше, сейчас у меня есть реальность. Они делали очень, ну, достаточно кончные проблемы. Но Бог может изгибнуть все. А он нам дает эту возможность сейчас и все изменится. Ну, это данное возможности. Причем, когда мы, например, работали с одним человеком, который был очень интересным, он был, в котором был, кто-то вас и обойти. Мы там за него боролись, как и дача, но у нас как-то, что умирало, то куншинку, то окушинку. И мы, значит, обратились к отцу, ну, отец, ну, что он у нас сделал, еще чтобы как-то вот спасти его. И вдруг слышали совершенно неожиданное, но очень значимое. Он сказал, а почему вы решили, что ему там у вас будет лучше, чем здесь? Простей, как данные слова, но с таким глубочайшим смыслом. Почему вы решили, что ему быть лучше там, у вас, а не здесь? Потому что и там, и там есть процесс развития, который тоже, люди не бездействуют, они развиваются, они составляют в своей будущей собственной судьбе. Перед новым рождением, в ходу, опять же, это рождение, здесь стопроцентно подтверждается теория реакцинации, древней, институтской, которая, которая, в общем-то, очень полуару, профессором, лавацкой. Я начал читать ее книги, одну, которую я сейчас начал, начал, и, вы знаете, нахожу там очень много точных и правильных знаний, хотя в некоторых местах, причем, в общем, существующих, нахожу, не уколо повсюдором уголок. Ну, не туда. Скажем, ну, наверное, это были искаженные знания, которые еще из-за этого все шли, они же тоже шли, через бахар, в том числе, которых нас ссылается. То есть, там, какие-то искажения не теряются. Но, в то же время, 99% очень точно не забывалось. Аркадий Нович, извините, вы уже закончили праздную. Аркадий Нович, я бы хотел спросить, а какой роль играет построение современной реальности в рунгал и в хитриде? Сложная история, потому что там получилось, мы когда просматривали еще древние общие версии, в том числе и нашего пребывания на земле, и вот был такой момент, он очень сложный, мы с Игорем, в то время тоже были, Игорь был Абрамов, тот самый отец народа, проходил праздник и встретился с Кринько-Сембеком, и как бы у них был диалог определенный, Кринько-Сембеку менял, что он посланник, но почему-то не обрадовался этому, а как бы наоборот, какая-то ему левость заиграла, и когда Игорь пошел обратно, у меня с ним не было, я просто наблюдал на Руссию, как бы, ну как кином прокручка, наблюдал как заигран спина, он просил спину Игорь, как его. Вот, а потом я уже так вновь сварьстат, с СССР встречаться, в общем, и начал с ним разговаривать на эту тему, зачем он просил конференский на любви. Он говорил, ну в то время это было одно, сейчас совсем другое. Ну в общем, как-то начал оправдоваться, с ним и все понятно было. Хотя он один из этих, кем-то есть адекват, как бы в том цепи это тоже подавленение, что это факт. Может, там принять участие в построении, поддержании, мобильной стеной, нитной решетки, поле земли? Ну, они мобильные вот эти все кем-то посредством бутбольного окраинного, которые не осуждают. Понимаете? Да? Крайон. Наверное, правительство великой Юховец сейчас работает. И кстати, к нему тоже парадас наркесал. Кстати, в одной замокрине по-моему, «Саш, не ты принесли, кто-то за кто-то принесли». Вот. Именно там принесли, потому что ему задали вопрос. А вот там в России появились такие учителя, появились такие учителя Петров и Арепетов. И рассказывают о клетках, как он к этому относился. Перевод ли это очень интересный? Вы должны к ним относиться как к вашим учителям. И все, что они говорят о этой клетке, это действительно, и это новая реальность. А почему там в Минздрах и в Ставе у нас пишут Лобов и дают ответы. То есть неожиданно мы знаем кто это делает, кто там справился активно, это же все зарубежон, где-то когда актер в Америке правило. в России тоже есть? В России тоже есть. Нет? В России нет. В России В Германии 6 человек, а в России тоже. В Бабыске это есть еще. В общем, ну, Саеба Бабы тоже чем там. Никто еще нас не знал, никто не писал вообще. Мы сами Таосеичи еще не знают, а Саеба все время приезжали послами привозили пожелания, что с всей душой и сердцем на нашей стране желают нам сдачи во всем. А мы с Игорем все время на полком полаге за ним поглядывали, как он реализация проводит. Прошел этот алмаз как он сделал и все прочее. А он видел как поглядывали, специально замедлили на самом деле. Игорь Михайлович, что нам было неренее. И вот опять цель была самая лучшая в вашем районе, а я ему спросил, когда он был в июне? Он вас в июне послал? Он говорит, да. Я говорю, ну я бы ничего не знал, что вы были в Таганроле. Но осенью только приняло решение, что я еду к Роману Герелла проводить спинар. В декабре, по-моему, это было уже принято, а в апреле я принято. А он, думаю, в июне сказал, где искать Таганроле, в каком месте будет приторговать спинар, передать ему это слово. Но он как. Я еще не знал, что я там был, а он не раздан. И на том, как у меня, кстати, все люди приходили познакомиться. У нас же были люди, все люди, как это, изоблачные, на дороге схожения, очень серьезные. И появлялся слов, условно, вот здесь вот сфера, в сфере сидит Саи Баба. И управлять словом. Тот начинает топтать, широко, всю нечисть раздвинять. Аркадий Ильич, а, кстати, Саи Баба, кстати, говоришь, что смерть неизбежна. Как вы это прокомментируете, спите к тому, что все-таки можно жить вечно? Все, что говорит Бог на определенном этапе, это правильно. Но это на определенном этапе. Понимаете? На один отрезок времени это так, а в другой реальности, вот сейчас в другая реальность. Конец дней. Майя говорили, Пятое Солнце заканчивается, а дальше? А дальше-то новая реальность. Они почему не говорили про шестое Солнце, про седьмое Солнце? Потому что там может создавать новая реальность. С кем? Людьми, настигшими Богосознанием. Мы с вами можем создавать эту реальность. И завтра будем ее создавать здесь, в этом зале. Завтра выйдет такой сильный раз. Очень хорошо, что вы в Рыске будем рисовать. Какая-то схема. Мне поможет тебе понадобиться, что хорошо вы сюда. Поможет тебе отдать кое-что наружу. У меня не получается. Проходите прочь. А вы только что рассказывали о сражениях. И в книгах писали тоже о некоторых сражениях. И... Сейчас я как раз. У нас в порядок? Сейчас. А я в лес, да? Пожалуйста. А как это, опять же, согласуется с отказом от вот этой дуальности и правилом? Не разрушать. Ничего. Это касается тех людей, которые вышли на понимание этих высших Христиан. Это не всех касается чего-то. Вот Магахер, да? Отец сказал. Мне нужно отдать, а отдать воскресенье. Мы не это сделаем. Мы не будем ничего отдать. Мы не очень отдать. Мы могли бы чисто ментально сделать такие проблемы, что сегодня за стол, а завтра не проснемся. Могли бы, но не делая этого. Мы даем знания о том, что этот путь приведет их к определенному, можно сказать, нежелательному для них финишу. И многие, многие меняют свои позиции. Многие меняют. Знаете, но это не значит, что они станут завтра больными. Вот этого не будет. Им еще надо пройти путь развития. Они же еще не любят даже в осознании дела со своими зверинами, со своими наполнениями. Поэтому у них еще пока зверю бушуются, у них. Тело – это область. Подобие нет. Содержание. Содержание. То есть образ человека есть, а подобие там, внутри, содержательные части, еще нет божественного. Вот им еще надо это получить, содержать, чтобы получить путь развития. Но они уже не будут такими, какими. Это нужно распространить на тех, кто к этому готов. Если вы хотите сразу повсеместно вот это все установить, то есть, это на себя будет стернаться. Вам ничего не надо. Вам ничего не будет зависеть. Ничто не будет вызывать это. Это будет состояние не главное. От этого Муда говорил, да? Но это, по сути, космический отход к большому штангу. Хотя Мудок-то ему более серьезный. И главное – это внутреннее успокоение. Понимание мира. Что мир, своя основа, это и есть Свет. Он-то одно значение в себе как бы развил. А как его уже потом принесли, поколистые учения, как будто это не надо быть. Балдей от счастья, вот и все. Это не так. Как вам это будет? Но спокойно в душе. То есть, когда спокойно в душе, то обманут. Вот это и есть норма. Анатольевич, у Анатольевича хотел бы вопросов. Но мы с вами эти темы обсуждали, я так приватно. Я хотел бы, чтобы мы на публику как бы это вы сидели. Вопрос касается как бы отношения к нашей с вами реальности, в которой мы существуем. Значит, и какое управление на самом деле актуально даряет реальность. Но, чтобы его поднять на душе, я скажу, что там несколько, ну, неделю назад у нас был интересный разговор с ссоцианином Григорьевичем Кивашовым, ну, не знаем такого, где он политикой, известного автора, генерала Патинанда. И вот я на самом деле выступал, представляя свою берегу, и сказал такую вещь. К сожалению, у нас в стране управляют всем несколько элитарных кланов, которые поделили весь этот рынок, всю эту поляну, и каждый, значит, пасёт своё поле, как бы собирает играться в своё поле, не думая совершенно о том, каково народу жить. На этом абсолютно прагматичны люди. Вот, и мы вот, скажем, везде наблюдаем эту реальность. Я вот когда выступал, я говорил, что полиция в Москве, когда по десять раз перекладывает борьбюр, на одном и том же месте асфальт десять раз прокладывает сверху, ну, крадут на глаза, и никакой ты не волнует вообще. Вот. Я ему задал вопрос, я говорю, вы вот с Путиным летаете в самолёт, вы вместе с ним бываете, да, рамсян. Ну, вы что можете сказать, если управляют хладом, то чем управляет Путин? Иван сказал такую вещь. Вот, вы знаете, я вас хочу спросить, что вы думаете по поводу этой двойственности? С одной стороны, вроде заботится, а с другой стороны, тут такая больница, как будто бы ничего не делал. Теперь вопрос к вам. Значит, вот эта двойственность, которая на лицо, она требует какого управления? Вы говорите, можно кого-то там, значит, как бы, то есть, подрыв спячь, можно вызвать жёсткие мерки. Но с нашей, что делать? Вопрос по существу. Завтра мы будем делать именно такое управление. Вот именно такое. Из того, что он может что-то изменить, действительно может, но не сразу. И в приказательстве, ну, совсем свежая пенсионная реформа, о которой тут сейчас много тренировано, но там есть интересные мероприятия. Правительство это запустило. А Путин разводит руками и говорит, ребята, а я не в курсе. Понимаете? Они рулят сами. Путин говорит одно, они делают другое. Путину для того, чтобы решить глобальный вопрос, если это глобальный, на уровне существования страны, ему необходима на что-то операция, хотя бы на какие-то кланы. Потому что их если размазать, то вообще ничего не получится. Он не сможет решить самые глобальные вопросы существования России. Но то, что это не от него идет, это тоже очевидно. Вам я совершенно не случайно сделала порочство. Слава Владимира не пройдет в века. Потому что он эту линию держит. Он понимает. Он старается найти адекватную теорию адреса, которую он работает. Но ничего он не смог сделать. Так-то они вокруг него кучковицы все-таки выполняют то, что хотят на уровне, ну, например, внешнего могущества военного российского. Но это все удалось провести. Но поскольку это не угрожал армат, ведь для чего делается реформа? А ведь для того, чтобы там получить огромные прибыли, какие-то деньги, финансы и украшитель между собой. Пусть они приходили в секунду до 50-го очередь. Но не измените это вот так. Вот я сказал, это так, как не получится. Вот завтра я буду предлагать вам технологию как-то менять. Да? А вы тут сидите и думаете. Мам, ты так говори, говори. Ну, говори, ну, говори. А мы не хотим. И что у меня получится? Вот что у меня получится? Ничего не получится. Потому что здесь как нигде нужны единомости. А единомости достигается не через разум, не через волю, а через сердце. Вот когда душа от него ела, это там нигде на мысли. А там, где рифмон, это все выгодно, не выгодно. Это все не что-то выгодно. Взаимодействует. 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 Понимаете? Взаимодействует. Поэтому мы все занесемся в ситуации, но она будет адекватнее. И я лично очень припали по внезапному, значит, Мара Владимирович. он максимально адекватен в той ситуации, в которой оказался, потому что ему приходится иметь вокруг себя опор окружения, которое не может изменить, быстро, по крайней мере, может что-то применять, и у него такие точки опоры применять, потому что если вы этих точек опоры применяли, он бы стал марионеткой в руках этих планок, он все-таки не марионетка, понимаете? Но он еще не может их свернуть, если он свернет, то все развалится. Вот мы же говорили с вами, я же вам говорю, что можно изменить реальность. А как выстроится новая реальность, если она не прописана в книгах, не простой, но структурой? То есть я 20 лет уже передаю эти книги. Структур новой реальности. Потому что если бы в первый год в середине, ну, допустим, я сам бы еще не могу, он сам попросил, потенять мотоцикл для меня, ну, он бы не отказал, может, и сделал, только я потом не знаю, что он делал в этой реальности. Что бы я ни делал? Ну, он бы, чтобы меня, как все, получить, ему надо, но надо это сделать. Нет, он дает и знак. Реальность – это пошаговая инструкция построения новой реальности. Структура этой реальности. Таким образом, когда придет конец той реальности, уже будет структура новой реальности. И мы ее будем заполнять сектор на сектором. А просто все обрушить это не. И не может вот этим путем нам все обрушить народу. Не может. Видите, я ничего делаю? Пенсионную реформу, затея и народу. А я не в курсе. Разводы, конечно. Ну, как еще? И он этим очень мощный сигнал дал людям. Он должен уже немало сторонников. Они его понимают, что его нужно поддержать. Я не могу сделать. Потому что, опять же, сердца людей неправильно показывают борьбу. Вот раньше викинги, знаете, как плавали, как еще кому-то семья было, посмотрите. Определили куда-то. Вот такой, а? Вот такой минерал, испанский шпат. Он преломляет свет, даже если ему нету солнца. То есть даже паспорт на порогу, он вам раз и получить одну корневанку. Но это одна корневанку. А где-то она на централе. Они вращались. У них сердце над севером показано. Они же тоже, по сути дела, прошли этот путь из гиперболеи. Они же тоже потом горелицу. И у них сердце показывало. Северный код. Точно показывало. Вот начинал обращаться, где сердце будет. Пусть, да? У него одна координата через испанский шпат, а вторая координата цепки. Все. Он же ориентирует. Он знает, куда-то. Просто ориентируйтесь на сердце. Понятно, очень важно. При выполнении технологии, иногда вот настройка, действует так, как создать. Вот в плане какого метода настройки достаточно, если кто-то может взять? Или какие-то еще есть дополнительные вопросы? Или, если можно, еще три вопроса сразу. Просто понятия. Вчера рассматривали, которые вы давали. Понятия пространства, понятия времени, понятия времени. Это, прежде всего, последовательные события. Потому что быния событий нет. Пространство – это зона нашей ответственности. Потому что мы получили управление. А любовь – это имя Бога. Одно из самых главных имени Бога. Он и Бог. Белосемьдесят два – это один из главных имени. Вот одно из главных имени Бога. Все остальное – это нестили Духа. Божественный Дух. Он может прийти под Эмитой Иисусу, может прийти под каким-то другим именем. Но это все Бог Бога. Идем, как первую, и я был к Аркаде. Что-то стать радой. Поговорите. Аркадий Иванович, по первых, большая огромная благодарность Вам за Ваши труды, за Ваши книги. И скажи, Планируете ли Вы организовать на радио прочтение Вашей книги «Тривоги»? И это было бы огромным благом для пенсионеров и пожилых людей, если бы это можно было бы осуществить. Ну, я бы с удовольствием ответил, но, к сожалению, не знаю, у меня же инсульты так много было, но я был бы организован. И, по сути, я хотел бы его учиться ходить и разговаривать. Мне трудно было прочитать сколько часов, по каждому неделю. То есть я, наверное, далеко разговаривал такого объявления. Ну, может, и выдержал, но пока лучше подождать. Я же заново научился и разговариваю в этих работах. Не выявится, Господи. Ну, можно даже физическую цифру прочитать. Аркадий Монус, расскажите, пожалуйста, о Вашем отношении к детям аутистам. Сейчас очень много детей аутистам. И как вам помочь? Можно ли это ведь сознание вывести на уровень, зарплатить на сознание? Ну, мы понимаем, что аутисты — это те люди, которые за своим сознанием остались в том пространстве, из которого мы можем найти интиментный пространство. Они хотят быть в этом пространстве. Вот помните, в Библии было такое определение «Духи шли в землю, добровольные, без спина». «Спина» — это значит «плач». То есть пройти земную школу обязательно, потому что плачьи не выросли, что у них нет кондук. Они это понимали, и они добровольны ушли. Но плачьи, потому что предвидели какая-то ужасная жизнь. Вот в этой реализации постранились стуль, который имеет дом, который ничем не ограниченный, где не ограничен, не верит или хочет. Но при этом у него уже не полная тона, у него нет физической составляющей. Вот аутисты — это те духи, которые испугались выйти на родину. Я почему-то с этим понимаю, кстати, очень хорошо, потому что в свое время сам перед ним не хотел идти рожаться, уже положено не рожаться, и я не рожаться, уже консервировать, около мамы собраться, и стали обсуждать, что надо делать кесарево сечение. Я испугался за маму и выскочил. А это те духи, которые как бы вот о них все-таки вышли, а сознанием не вышли. Сознание осталось в том пространстве. Вот почему аутисты одновременно гениальны, уже гениальны по-своему, но в то же время в физической реальнице никакого отношения к нему не имеют. Потому что у них сознание не создало. Надо помочь как-то этому сознанию прийти в эту реальность. Это возможно. Это мы делали. У нас получается. Сыгра-литя, почему он понимал, как раз в своих случаях. Ну вот она помогает этим детям. У нас получается. Да. Но тут еще и это тоже. Учитывать позицию, какое необходимость, да, прямо насильно. Сказал, что тянуть туда, куда он не хочет. Это по-другому вопросу. Это с ним еще разговаривать надо. Пойду там все. Договоришься ли. Там еще родители не хотят помогать. Их устраивает. Родители не хотят помогать. Это устраивает. Ну конечно. А насильно одновременно заделся. Да. Ну сколько? Плохо за пенсию. Опять мы начнем еще, вот этим вопросом. И потом... Все, да? Плохо за пенсию. Плохо за пенсию. Плохо за пенсию. Плохо за пенсию. И даже не надо проверить. Плохо за пенсию. Отдал, вот такое меропустойство, которое мне так немножко... Хотела бы ваше время взять. То есть, называется так. Солнечная система это... Электрон. Солнце, петро, планеты, вокруг как электрончики круглятся. Иногда электричество перескакивает торпито на двигатель. Такое у нас уже случалось. Например, Марс перескочил. Там была жизнь, но был такой перескок, и жизнь оказалась на Земле. А Марс, собственно, не упоминал. И там говорится, что так как всё движется к Солнцу, к Богу, то есть и следующий перескок. Земли как бы... Эта Солнечная система бьёт в возбуждение, и Земли на небе. И вот ей как-то так как-то не хочется перескачивать. Понятно, понятно. Мне уже говорили, что всё зависит от сознания, в данный момент. Вот у нас был совершенно конкретный пример. на Землю летели метеориты, по прогнозам наших случаях. вероятность поправления с Землей была очень высокая. Мы пытались отклонить метеорит, а там не получалось. Тогда мы обратились к Солнцу. Вот здесь понимается. Мы уже говорили, что это Солнце. Там всё происходит. И мы просили. Солнечка помоги, пожалуйста. Надо как-то обладать этот метеорит. Это метеорит. Это опаснее. Метеорит. Это метеорит. Это метеорит. Солнечка любит. Отвечает? Что тебе отвечает? Отвечает Солнце. Конечно, я помогу вам. И обращается к метеориту. Ты что, не видишь, что ты можешь столкнуться с Землей? Давай сворачивайся с твоей трассой. А тот, знаете, такой ответ. Как? Немножко озлоблен. Подолезем. 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 Солнце просит вот эту эмоцию. Солнце говорит. Ну хорошо. А если столкнешься, ты же тоже погибешь. Подолезем. 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 Вот в Долгоне там тоже всё. Солнечка говорит. Ну хорошо. Тогда я тебе, пожалуй, к себе притяну. И ты змеешь. Вот. Ой. Меняю обеду. Оказывается, человек непременно может разговаривать с Солнцем. Солнце совершенно свободно входит в наше положение и старается нам помочь. Понимаете? Да. И это был ненец. Минск очень. Потом газеты писали. Всё. Готиарин пролетел мимо. Достаточно. То писали, что там вообще очень не 70% опасных столкновений, а потом оказалось, что там вообще никакой опасности даже не было. Там просвистят, наверное, даже за орбитой луны где-то. Аркадий Ильич, но тут есть противоречие. Вы же сами в книгах пишете, что есть определенные, так сказать, ребята, которые там обитают на этих делах и которые этим занимаются. Ну вот я когда контактировал с итальянкой в моей Бутамеле, которая в три книги написала, и так тоже. На каких телах там? Ну вот она, знаете мне, что рассказывает. На теоретах? Нет. Ну как же, вы же сами пишете, что везде есть, так сказать, не то же цивилизация, но определенные, так сказать, конгломераты сущности, разумные. Метеориты могут помочь в нашу школу. Это могут быть. А то, что прямо на метеорите живет какая-то сущность, это совсем не факт. Многие живут, а на метеорите нельзя. Могут быть метеориты, как замаскированные, так сказать, ну космические формы, замаскированные как метеориты. Но это не гениться. Это был граждан метеорит. Нет, не об этом речь. Как бы вот она писала, что целую неделю долбили в уши какие-то существа, которые как раз вытаскивали метеорит, значит, огромный астерой, который шел к нему. И когда они сбросили в орбиту Шатурна, они вопили от радости. Кто-то? Кто-то? Я говорю, что как бы кто-то этим управляет все-таки, разумные типа нас? Разумные типа нас есть. Те же темные товарищи. Конечно, это не разумные, но еще как разумные. Вот это противостояние в космосе действительно есть. И оно необходимо на самом деле. На самом деле для нашего народа оно не необходимо. Но когда вы выходите на уровень, что вы можете сегодня с ним общаться, и находите такие космические силы, которые вам помогут, всегда в космосе есть силы, перед которыми мы будем выглядеть. Но если с нами Отец, то это может быть с ними их обратно. Ты пойми. Мы вот с этим вот кто-то, в той древней египетский бог, он отладал, на самом деле. Бог-то самозлавный. Он отладал. Это вам гимнаст какой-то? Ну, гимнаст какой-то. Мы же, когда там на том, как планы были события, кто-то написал, уже с отцом вставали, а я и бегу рядом. Мы думали мне, я у меня слон какой-то. Это же время знаний. Господь знаний мне. Я понял, вон какие знания. Вон такой большой. А мы еще здесь. Но рядом с отцом. Мы не думали, что рядом с отцом мы такую позицию заняли. Мы так пришли отца защищать. Мы так думали, что он маленький, маленький, а мы так. На двое сейчас как обниму на тени все. Где-то в усе, где-то в сапах. Мы думали, что я сейчас делаю. У нас-то мысли были другие. И себя мы не считали, а потом росли, росли, росли. И он стал маленьким. Мы стали большими. То есть, как я взял знания, и нам сли. Мы различные знания. Они не одни. Они вот тем, что вот я сегодня не буду такого рассказать. Я думаю. Потому что он не скрестил. Скажите, пожалуйста. Где сейчас работает Григорий Петрович и когда он приедет в Россию? Который склонный созрев. Сейчас в здании суд сразу будет опинил. Мы власти не носили обвинения в Ростове. В России, где все это засняло. Хотя здесь мы уже пошли в нем действия с полностью в Киевом. Такие активные. Лаборатории предлагают. Эграды предлагают. И все предлагают. Ну, когда он приедет. Потому что это холодно. Я же могу сказать. Я же могу начать. У кого вы подключите? Ну? Сломочек. Обещание. Ну, последний вопрос. Нет, стой. Завтра не будет. Последний вопрос. Третий раз последний вопрос. Два вопроса в одном. Четыре. Это про Тота. Его родители ушли на Сириус. Ну, была такая информация, что у Тота. Когда они его зачалили. Тота. 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 Его родители ушли на Сириус. Ну, по некоторым версиям. И второй вопрос. Вы в трилоге запишите. Про создателя галактики. Это некий ребенок. Которым 11 миллиардов лет. Его еще в сечах его описали. Вот что это за ребенок? Ну, у вас в трилоге написано, что вы смотрели этот звезд. Ну, вырос уже ребенок. У каждой галактики есть свой Создатель. Он все. Это Сын Бога. У каждого Сына Бога есть своя Вселенная. То есть, он сначала разбивается, допустим. Он ее закладывает на ментальном море. Потом разбивает. Потом приходит и проходит путь человека в той Вселенной, которую он создал. Чтобы на себе испытать это. А как? Хорошо? Это звучало. Это звучало. И сделать в нем нужно, что надо корректировать. Так никто не знает. Но детей, детей Бога много. А детей тоже много. Вселенной тоже много. И сыновей Бога тоже много. В каждой Вселенной обмену нужно принять трое. Сначала, ну, не знаю, что это будет так. Ну, скажу. Ладно, скажу. Вот есть яйцеклетка. К ней устремляется миллион сперматозоидов. А до яйцеклетка у тебя приходит? Вот и три. Три. Опять же. Три. А пройти может только один из трех. И трех. Только в том случае, если двое, а остальные ему помогут. Третье. Во Вселенной действует тот же закон. Вот. Вот Вселенная. Вот появляются трое детей Бога. И вот они идут, чтобы занять вот этот, скажем, пост Бога Вселенной. Но из трех только один пройдет. И в том случае, если двое других не помогут. Один не пройдет. Только единство. Три единства. Три. 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 И кто из них это будет? Бывает, что и шестерок продается. Три. Но в этой chuyше. Триенковлевич, отновали и всех не бывает. Три. Успствуите, немножко рассказать о книгах, о которых в аудиториях долженlling. Три К disp Zig 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 сохран. Вот здесь книга, это, вы знаете, как раз школа волшебных знаний, очень для детей и для взрослых, причем в полной версии. Здесь раньше была школа волшебных знаний, но была только первая часть. Здесь все три части, и даже на дополнение моя дочка написала еще и четвертую свою версию, то есть тоже сказку, оформила все это, все здесь иллюстрации, тоже дочка моя, Надюшка, нарисовала. Это ее творчество. Она местовидящая, она рисует, она таким образом, она все смотрит, что там происходит, потом делает стоп-кадр и перерисовывает то, что ей было так. В общем, сегодня это получается, получается. Полезнее книга действительно. Детям очень много, очень много читателей. Все эти книги, они еще и целяют. Если душа открыта на встрече этих текстов, текстов, они простые. Каждый текст – это шифры, длинный код. Это можно сказать, ну, лингвистическая генетика. Вот у Галяева есть этот камер, он очень-очень прав, он прав абсолютно. Это лингвистическая генетика. У нас есть еще генетика через образы, он еще такие вещи не говорит, а мы такие вещи не делаем. А вот слово «лингвистическая генетика», которое мы ему даем. И он очень глубоко это все исследовал. Он действительно очень великим ученым. Вот это тема лингвистическая генетика очень-очень подходит к этим книгам. То есть, читая их, можно получить экзампатический книг. И благодаря этому экзаменацию, происходят разные вещи. Можно избавиться от болезней. Можно достичь того, что откроется определенный новый какой-то сектор нейронов вашего головного мозга, и вот это библиотеки знаний. То есть, там реликтовая память наша. И вы получаете доступ к этим знаниям. То есть, вы начинаете как бы расти знаниями. Это тоже очень важно. Вот это вот восемнадцатый тонн. Сфера Сатурна. Уже и девятнадцатый был, что-то ладно, а не то, а тоже лучше. Двадцатый я завтра сказал. А в этом некоторые методические моменты. Так что всё идёт, идёт и идёт. И вот ещё есть, по-моему, немножко. Но, я не знаю, пока есть возможность двигаться. Потому что всё меняется очень быстро. У нас, например, вебинары проходят. Вот, кстати, ближайший вебинар будет тридцатого числа. Вот, вот, вы глубокий день, вы можете получить более полную информацию, как там, связаться, как там подсоединиться. Очень многие страны учены, подсоединиться. И вот на этих вебинарах очень сейчас растёт число подписчиков. То есть, стремительно. И так же стремительно на сайте растёт. Я вот перед вами уезжал. Пятьдесят человек почти записалось за один день блог подписчиков. А раньше по одному человеку в день. И то не всегда. Понимаете, как меняется ситуация. Меняется. То есть, в ситуации, с того очереди, я стремился. Поэтому сегодня эти книги не есть, господи, а завтра это знание. Потому что я в общем-то не очень планирую каких-то здравоствий. Но это есть как недовольная причина. Потому что там число тех людей, которые могут учиться по этим знаниям, тоже ограничено. И у них это будет как учебник. Так что пока есть возможность, берите эту учебник. А те, кто опоздал, они будут без первоисточника учиться. Они будут так, ну, можно какие-то осунуть, чем не верится, еще ничего не. Мы уже летим. Это же серия, 23 книги, да? 23 книги, это собрание сочинения. Оно уже выходит. Это вот эта серия? Да, это вот собрание сочинений. Тандартный выпуск. Собрание сочинений в 23 тандартах. С моим портретом. А на сколько лет рассчитывать выпусков этих 20 тандартах? Ну, это зависит от ситуации. Но мы сейчас, наверное, видите, как продаем те дома, которые в основном идут новые, чтобы закончить структуру. У нас эти книги есть в другом виде. Но не в полном. Там, по сравнению с этими книгами, ну, где-то, может быть, на треть меньше знаний. То есть те книги были совсем в полном. Эти более расширенные. Полную серию уроков. А? 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 Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Так, я сам сделал еще одно, значит, упоминание. Вайтеров, просьба, обратите внимание, среди массы ссылок, которые появляются, если вы в YouTube не верете в древо жизни, обратите внимание, что там формируется наш канал. Называется он «Древо жизни ТВ». Ну, как сказать, здесь, конечно, не проблема. Не вышли на нужный уровень. Ну, просто тоже смотрите. Если там вот эти 15 программ интересны, подписывайтесь. И второе, что я хотел сказать, если у кого-то есть желание поделиться, вот как раз дает интернет канал, мыслями, соображениями, результатами, впечатлениями, просьба, подойдите ко мне. Потому что мы вот сегодня, завтра работаем, мы у вас как раз записали, и на этом канале бы появились, значит, ваши поступления. И в общем, вы знаете, спасибо. Особенно с этой просьбой нужно обратиться к тем людям, которые были достигнуты определенные результаты лично. Потому что здесь какие-то другие есть, которые, в общем-то, и отрагивали, исцеление, внизу росли, там, по-разному все. Потом здесь очень много у нас иностранных друзей, которые, в общем-то, приехали из разных стран. То есть Бразилия, Австрия, именно. Мы из Германии вчера уехали, по-моему. Вот. Вот. Чешская, Дядя Градская, Словенская. Кажется, пожалуйста, если можно, то дайте такой, например, для нашего вот этого канала. Многие вещи, которые переводятся от этого канала на иностранные языки, они появляются по всему миру. Ну что, спасибо за пользу. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Большое. У нас все еще предложение о получении лучших переводок с вашим автобусом. Можно это? Это правда. Кто хочет получить переводок из своих мира, в правоте, в правоте, в то же время, в том числе, можно сейчас сделать. АПЛОДИСМЕНТЫ